Итак, у нас очередной вебинарчик. Как обычно, я на вот этих маленьких вебинарах, семинарах освещаю небольшие темы, которым не нашлось места на том или ином курсе. Сегодня мы поговорим о том, что у нас называется promises или по-русски обещание. Прежде всего, что такое promises, да, обещание? Это объект. Зачем он нужен? На самом деле, здесь нет ничего, что-то такого сверх кардинального, в отличие от того, что у нас уже было. На самом деле, это просто более удобный способ для того, чтобы избежать в первую очередь того, что называется в JavaScript. И то, что всех напрягает, и меня даже тоже напрягает, хотя мне нравится JavaScript, это то, что называется callback hell. Когда у нас функция вызывает функцию, вызывает функцию, вызывает функцию, ну и так далее. Ну, знаете, да, наверное, что-то типа, когда мы, то есть, понятно, это касается, как правило, достаточно больших сложных приложений. В маленьких с этим никто не сталкивается, а вот те, кто, например, уже в JS, предположим, да, с этим столкнулся, то у нас обычно какой-то код выглядит каким-то образом вот так, да, то есть у нас есть какая-то переменная, да, которая является, предположим, функцией, вот так, да, предположим, да, как у нас обычно, да, функция. Эта функция, такая стандартная вещь, да, она возвращает какую-нибудь там, условно говоря, предположим, ошибка или какую-то, соответственно, функцию. Сюда мы передаем, да, в результате чего эта функция, в свою очередь, здесь у нас, соответственно, запускается эта функция, которая, в свою очередь, принимает в качестве параметра другую функцию, вот таким вот образом, да, в которую, опять же, например, там будет первым параметром ошибка, а здесь у нас какая-то функция вот такого плана. В которой, в свою очередь, функция вот эта принимает очередную функцию, ну и так, знаете ли, до бесконечности, да, здесь у нас очередная какая-нибудь там, либо ошибка, либо что-то еще, либо что-то еще, и такая вот идиотская цепочка прямо у нас может быть достаточно большая. И читать сложно, и запутаться сложно, в общем-то, масса проблем, да, это первый вариант, с которым мы обычно, с которым мы обычно сталкиваемся. Другой вариант, который у нас происходит, он у нас, значит, то же самое, когда у нас получаются какие-либо разрозненные события, которые связаны в основном у нас в голове, да. Ну, предположим, если у нас есть какая-то картинка, если у нас есть какая-то картинка, то у нас, ну, предположим, да, мы в эту картинку можем что-то загрузить. Соответственно, мы, я имею в виду не картинку, то есть картинку загрузить в какой-то объект, да, имидж, html, соответственно, объект, соответственно, мы, предположим, да, вешаем некий лиссонер, который отрабатывает на онлоуде, да, онлоуде, и здесь у нас опять есть какая-то функция, правильно, да. Вот, а потом мы догадываемся, что у нас может случиться какая-то ошибка, да, поэтому мы туда же вешаем очередной там на онэрор и предположим там какую-то другую функцию, да. В принципе, опять, несмотря на то, что мы здесь работаем с одной, с одним и тем же объектом, у нас как бы это все, я имею в виду в коде, между собой не связано, но, потому что здесь у нас могут быть какие-то там другие еще строки кода, да, то есть то, что эти два, две строчки связаны между собой, чисто можно допустить логически, да, у себя в голове. Вот, чтобы избежать этого и написать это более понятно и более компактно, нам и были придуманы парочку лет назад, да, у нас Экмоскрим 6 получился, Экмоскрим 2015, нам были придуманы про НИСС, то есть это в первую очередь объект, как я уже сказал. Теперь, следующий момент, поскольку это объект, да, обещание, любое обещание, опять же, если мы подойдем к жизни, то когда мы даем обещание, у них есть три состояния. Первое состояние, первое состояние, это непосредственно ожидание, да, состояние ожидания, по-агглийски это у нас получается пендинг, пендинг, то есть, когда мы еще не поняли, исполнилось это обещание или не исполнилось это обещание, да, вот, соответственно, обещание может быть исполнено, это состояние в нашем случае называется Resolved, или, соответственно, обещание может быть отклонено. Режим, три основных, три основных состояния, ну, например, если мы, опять же, проведем аналогию с нашей реальной жизнью, мы участвуем в лотерее, все когда-то хоть в какой-то лотерее, но участвовали, да, организаторы лотереи нам обещают выигрыш или, может быть, то есть, купите билет, может быть, вы что-то выиграете, а может быть, и не выиграете. Это как раз типичный пример этого самого обещания, да, ну, в нашей жизни, вот то, что я вам сейчас, предположим, показывал, да, обычно мы когда-то там вызываем какую-то функцию, если успешно у нас случилось, то что-то происходит одно, а если у нас произошла ошибка, то может произойти что-то другое, что-то другое. Соответственно, когда мы покупаем наш лотерейный, предположим, билет, то мы находимся в состоянии ожидания, потому что мы не знаем, выиграем мы, соответственно, приз или нет. Если мы выиграли этот приз какой-то, то в лотерею, то мы переходим в состояние, соответственно, result, да, что мы выиграли, а rejected, это значит, мы ничего не получаем. Стандартный синтаксис обещаний, стандартный синтаксис обещаний, это очень простой, поскольку это объект, то, соответственно, через new promises, promises, вот, и здесь мы сейчас, сейчас я тут вот так сделаю пока, там функция должна быть, это я вам просто покажу, опс, опс, sorry, где-то я тут, ой, извините, это я опечатался, конечно, это я опечатался, вот вы видите, да, я создал здесь пустое обещание, просто чтобы создать, и просто для того, чтобы показать, что поскольку там у меня обещание, оно пустое, оно не исполнилось ни в каком отношении, но тем не менее, вы видите, да, что у него есть некий статус, и вот этот статус, он тоже называется в значении pending, то есть, вот таким образом, вот, но мы стандартная, как я уже сказал, стандартная описание вот этого promise, promise, это объект, new promise, да, у которого мы указываем там какую-то функцию, да, то есть, мы указываем в качестве параметра функцию, 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 вот таким вот образом, которая принимает два параметра, да, два параметра, первый параметра, это resolve, и второй параметр, это reject, вот так, ну и вот так, вот, это в таком минимальном варианте, минимальном варианте, да, функция, то есть, мы передаем в promise, в конструктор, в конструктор нашего promise, мы передаем функцию, которая, в свою очередь, должна принимать два аргумента, там тоже еще, не обязательно два аргумента, первый аргумент и второй аргумент. Если мы сейчас это дело перепишем, опять же, мы, предположим, как мы договорились, да, мы участвуем в лотереи, в лотереи, то попробуем сделать следующую вещь. Итак, я участвую в лотереи, давайте-ка сделаем вот так, и хочу подарок себе, да, хочу выигрыш, соответственно, мне товарищи обещают, обещают ничто. Давайте сделаем, для того, чтобы у нас было более-менее удобно, мы воспользуемся новым синтаксисом стрелочной функции. Итак, мы указываем функцию с параметром resolve и, сейчас секундочку, да, reject, reject, вот так, здесь у нас, сейчас сделаем стрелочку и вот так вот, вот. И, естественно, описываем эту функцию, эту функцию. Ну, поскольку, давайте, мы на самом деле, чтобы у нас действительно была случайность, и чтобы мы не знали, да, предположим, представьте себе, что у нас здесь есть, ха-ха, представьте себе, что у нас здесь крутится какой-то лотерейный шаг, сделаем, придадим этому делу случайность, воспользуемся методом random, библиотеки, объектом math, сделаем так, to fix it, наверное, да, to fix it, 1, чтобы не заморачиваться. Вот так, соответственно, после исполнения вот этого дела, у нас тут будет некое вещественное число, и мы, давайте, напишем такую вещь, да, если наш win, если наш win больше, предположим, 0,5, больше 0,5, то мы делаем что? Вот так вот, сейчас, я сейчас напишу, потом, естественно, объясню, о чем здесь идет речь. Resolve. Я, нет, ты, лучше, ты выиграл, да? Ты выиграл, вот так, да? Вот так, и, соответственно, а else, 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 это, соответственно, reject, соответственно, у меня тут будет ты неудачник. Вот так. Так, значит, что мы видим? Обратите внимание, в принципе, здесь, если вы обратите внимание, то код, код по большому счету, скажем прямо, самодокументируемый, да? То есть, у нас есть некая переменная win, которая определяет, выиграли мы или нет. У нас есть обещание, вот оно, will gift, will gift. Соответственно, обещание может быть успешным или, опять же, неуспешным, да? Мы указываем, когда мы создаем обещание, мы указываем здесь функцию с двумя параметрами. Соответственно, внутри этой функции все, что нам нужно делать и все, что нам нужно помнить, это то, что вызвать либо resolve, потому что это будет функция, resolve либо reject, ну, либо, как в моем случае, оба. То есть, в моем случае, да, в случае успеха, ну, будем считать, что 0,5 это уже успех, вот, мы вызываем функцию resolve, resolve, передавая, ну, какой-то параметр, например, да, либо reject, опять же, передавая какой-то, предположим, параметр. Ну, можно, на самом деле, здесь не будет, это строчку, да, можно целую, да. Объект передать, предположим, или что-то еще. Вот это обещание, это мы купили билет. Теперь, как это дело использовать? Как это дело использовать? Ну, на самом деле, это еще мы не купили билет, это всего лишь навсего мое пожелание, да, это мое пожелание. Теперь я иду и покупаю билет. Как это мы используем, да, например, ну, давайте вот так сделаем. Тикет. Итак, у меня есть некая, естественно, функция. Function. Опс. Офипятка. Некая функция вот такого плана. То есть, когда я покупаю тикет, да, мне, соответственно, у меня есть обещание. Вот оно, мое обещание. Вот оно. Обратите внимание, да. Вот оно. Ой. Извините. Вот так вот. Вот он. Will gift. Теперь, что я делаю? Что я делаю? Я подсовываю при покупке билета, да, я говорю, итак, у меня есть обещание. Далее. Далее мы ставим точку. Ну, для удобства давайте мы сделаем вот так. Вот так, да? Много писанины. И далее используем метод then, который произойдет в случае успеха. Который в случае успеха. Я говорю, итак, у меня, покупая тикет, у меня есть обещание. И далее, да, то есть в случае успеха, в случае успеха, я, опять же, передаю сюда какую-то функцию, да. Вызови мне, пожалуйста, вот эту функцию. Опять же мы для сокращения воспользуемся. Консоль лог. Резалт. Очень простая вещь. Ну вот. Что здесь произойдет? Что здесь произойдет? Произойдет. Наше обещание. Там будет произведен розыгрыш. Произведен розыгрыш. И далее. Если в нашем случае мы стали участниками выигрыша. Участниками выигрыша, да. То. То. Поскольку мы сказали, да, при выигрыше вызови резолф и вот это вот дело. То, соответственно, вот это дело, вот эта строка, она попадет вот сюда. То есть ровно то, что мы указали здесь, оно будет здесь. То есть понятно, что это будет делать сам скрипт, то есть интерпретатор, да. Вот. Сказали, если у нас все успешно, то вызови вот эту функцию. То есть, соответственно, в эту функцию будет брошено тот параметр, который мы указали здесь. Ну, мы его, соответственно, выведем банально в консоль. Да. Вот. Но. Понятно, что у нас может быть неудача. Поэтому неудача мы продолжаем точкой. Мы ее кетчим. Кетч. Друзья мои, да. Кетч. Вот. И опять же, на самом деле, здесь то же самое. Абсолютно то же самое. Ну, давайте вот так. То есть, в случае неудачи, в случае неудачи, вызови вот эту функцию. Соответственно, вызовется эта функция. И вот сюда, в первый параметр, который я в данный момент обозвал эрером, придет ровно то, что мы передали сюда. Ровно то, что мы передали сюда. То есть, как видите, такая запись на самом деле. Вот это, то есть, как бы, обещание. Потом точка then, точка кетч. То есть, оно достаточно компактно, оно достаточно компактно, более-менее плоско, да, читается. Вот. То есть, каких-то особых проблем нет, да. То есть, еще раз. У нас есть функция, которую мы обозвали buy ticket, да. И в этой функции мы используем, то есть, когда мы покупаем билет, мы используем наше обещание. Вот и все. Вот. То есть, поскольку мы хотим, да, какое-то действие, чтобы произошло в случае успеха или в случае неудачи, то мы используем, еще раз, через точку, да, соответствующие методы then или catch. Ну, фактически произойдет либо то, либо другое. То есть, еще раз, в нашем случае, в нашем случае, да, вот эта функция, она у меня для уменьшения шумов. Я использую стрелочную функцию для удобства, да. Вот. То есть, еще раз говорю, что вот сюда, в этот параметр result придет ровно то, что мы определили вот здесь. В наш error придет ровно то, что мы определили вот здесь. Если мы, конечно, этого хотим. Попробуем это теперь запустить в браузере. Так, это у меня HTML. Так, я его перегрузил. Перегрузил, ага. Ох, обратите внимание, обратите внимание. Вот у меня пришел, видите. Вот. Вот. InPromise, да. Ты неудачник, да. Вернулось. Вот здесь пока мы еще не купили билет. На самом деле, сейчас мы его еще купим. Вот. То есть, если мы сейчас будем несколько вот этих вот дел делать. На самом деле, теперь нам нужно этот самый билет купить. Поскольку это функция. То есть, мы сейчас запустим. Мы сейчас запустим. То есть, купим этот билет. Купим этот билет. И посмотрим, что у нас на самом деле должно произойти. Что у нас должно произойти, по идее. Да. Вот. Так. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Так, где у меня тут браузер? Вот. Обратите внимание. Вот теперь, когда я его купил, да. Это как раз. Обратите внимание. Видите, у меня 14-я строка в моем файле. Да. Это как раз. Вот 14-я отработала вот это. То есть, я проиграл. Я ничего не выиграл. Ну, если мы сейчас по несколько раз все это дело перегрузим, то, по идее... О, наконец-то. Вот я начал выигрывать. Да, 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 да. Вот у нас все в реальной, так сказать, да. Вот я не выиграл, а вот я выиграл. Вот. Замечательно. Еще раз говорю. На самом деле, если сюда посмотреть, здесь нет чего-то, еще раз говорю, такого кардинально нового. Да. Это всего лишь навсего действительно более удобная запись, чем то, что я показывал в самом начале, да, когда там у нас функция, в которую бросили функцию, в которую бросили функцию, вот, и так далее. Так, достаточно удобно. Я, кстати, сейчас в новом... Некоторые, предположим, даже под Node.js, некоторые расширения... А где? Не помню. А, Mongoose, да, есть такое там расширение, те, кто с нодом знаком знает Mongoose, да, для того, чтобы с MongoDB работать, то в новой, так сказать, редакции, в новой версии, там как раз очень плотно используется вот это дело. То есть, если раньше приходилось вот это бросать, там, либо error, либо функция, которая error-функция, то сейчас достаточно удобно вот так вот написать, то есть, достаточно плоско, достаточно удобно, и нет никаких проблем. Нет никаких проблем. Вот. На самом деле, обратите внимание, да, в данный момент, в данный момент я описал, ну, всего два фактически метода применительно к моему обещанию. То есть, вот тебе обещание, и так, что делать, да, дальше, да, то есть, далее, если успешно, делай это, если неуспешно, делай это. Но мы можем захотеть, предположим, сделать что-то дополнительное, то есть, в случае успеха мы можем захотеть сделать что-то одно, что-то второе и что-то третье, да. Предположим, у меня есть Facebook, у кого-то есть ВКонтакте, у кого-то есть Одноклассники. Я решил, в случае успеха, поделиться со своими френдами в Facebook. Ну, впрочем, я могу и... Ну, а если неудача, конечно, я уделиться не буду. Вот, да. Поэтому, что я могу сделать, да? Я могу, допустим, где-нибудь здесь, ну, давайте, предположим, здесь, да, мы опишем, предположим, еще одну, где-то промежуточную, да, функцию. Назовем ее что-нибудь типа writeOn, ну, fb, да, например, fb. Не будем длинно писать. Не будем длинно писать. И, соответственно, это у нас будет что? Это у нас будет опять функция. Вот так, да, давайте сделаем. Значит, эта функция у нас будет принимать опять, ну, какой-то там, не знаю, там, gift. То есть, подарок. Да? Вот. И, соответственно, она будет возвращать, возвращать, опять же, new promise. И promise тоже, да. New promise, у которого мы опять указываем точно так же, например, там, resolve reject. То есть, все, собственно говоря, та же самая ситуация. Вот. Ну, здесь можно обойтись. Но я хочу, предположим, да, я хочу использовать здесь только, соответственно, result. Да? Вот так, result. Предположим, да. Вот так, видно, да? Более-менее в одну строчечку сейчас вот так сделаю. Вот. Здесь я надешу, пока, пока вот так я бы сделал, да. По-другому сделать. Ну, потому что reject мне не нужен. Зачем мне нужен reject? Мы его не вызываем. Он опционален, да, то есть, не обязательно вызывать все, что нужно. Вот таким вот образом. Вот. Предположим, можно и таким образом сделать. Мы можем еще укоротить. Да? На самом деле, поскольку, смотрите, тут очень интересная ситуация. Там есть технически, как и у всего, у promise можно тоже по-разному это дело сделать. То есть, например, можно, поскольку, например, я не собираюсь, поскольку я не собираюсь, использовать reject, да, reject, то для того, чтобы не городить вот такую вещь, не городить вот такую вещь, я могу сделать чуть-чуть по-другому. Я могу сделать чуть-чуть по-другому. Обратите внимание, да. Это будет чуть-чуть просто покороче. Я, значит, верну что? Обратите внимание, мне даже нею не понадобится. Я верну вот так promise, и через точку обращусь сразу к вот этому резалу, да, вот так, вот так, раз, вот так, раз, и вот так, раз. Вот. Это, в принципе, та же самая версия, да, она более короткая, вот, более короткая. Ну, я гифт сейчас не использую, пока я просто пишу, что я выиграл, да, в фейсбуке, предположим. Вот. Соответственно, более короткую версию тоже можем так записать. Теперь, теперь в моем buy ticket, да, я могу что сделать? Я могу добавить еще один then, и, соответственно, в этот then, обратите внимание, теперь у меня пойдет вот такая вот, вот такое чудо, да, то есть, теперь у нас будет все это дело, обратите внимание, да, то есть, это все будет считаться каким образом? Итак, покупаю билет, там мое обещание, если оно успешно, то я бросаю очередную функцию на тебе функцию какую-то, да, которая в свою очередь возвратит promise, да, но она возвратит лучше реализованную, да, и так далее. После того, как это отработает, соответственно, отработает уже вот это. Либо, если не отработает, мы получим этот самый кейс. Опять же, у нас достаточно плоская структура, да, раз, два, три, все видно, в отличие от того, что если бы мы сейчас там пробрасывали. Пробуем запустить этот и неудачник, ждем, о, видели, да, вот он, я выиграл, да, вот он у меня произошел, предположим, да, какой-то там я выиграл, это я, соответственно, поделился с этим делом, предположим, в фейсбуке, если мне вдруг как-то захотелось. Вот, если мне хочется после этого фейсбука там что-то продолжить, предположим, дальше, да, то я, в принципе, могу продолжить и прокидывать это все дело и дальше. То есть, такая неплохая, еще раз говорю, плоская структура вот этого дела есть. На самом деле, смотрите, на самом деле тут интересна еще идея в чем? На самом деле интересна идея в чем? В том, что мы делаем в том, что помимо того, что у нас вот эти промисы достаточно читабельны, то, что промисы читабельны, на самом деле есть еще один плюс, еще один плюс в том, что они асинхронны. Они асинхронны почему? Потому что начнем с того, что это обещание, как и в реальной жизни обещание. То есть, после того, как я покупаю какой-то билет лотерейный, да, я же не знаю, что я теперь ничего не делаю, да, и жду, пока я выиграю. Я занимаюсь своими делами, а потом, когда пройдет лотерея, мне, соответственно, отрапортует. Выиграл я там, например, это дело или проиграл. Вот. Поэтому мы можем, на самом деле, мы можем сделать, сейчас, если мы чуть-чуть уменьшим вот это вот дело, давайте, сейчас я вот так, ну да, вот так, сделаю, вернемся к исходному нашему, к исходному назначению. Предположим, предположим, давайте я здесь попробую перед, перед вот этим промисом написать консоль лог, посмотрите, да, консоль лог, вот я пишу, да, покупаю билет, покупаю билет, да, вот, покупаю билет, здесь я купил билет, здесь я купил билет, да, А здесь после промиса, вот оно мое обещание, я здесь, соответственно, что-то делаю там, отдыхаю, да, целую неделю, вот, да, целую неделю. И если мы посмотрим сейчас, то вполне возможно, да, мы скажем, ага, если мы сейчас это дело запустим, то мы должны получить что? Сначала покупаю билет, потом либо это, либо это, и потом, наконец, хочу мое неделю. На самом деле, если мы запустим, вы увидите, что все произойдет чуть-чуть по-другому, да, то есть произойдет вот таким вот образом, видите, да, вот я купил билет, вот я там что-то делаю, и потом, когда произошло наше событие, вот он мне, соответственно, этим делом и отрапортовал. Вот и все. На самом деле, вот и все на самом деле, вот, то есть еще раз, если как бы такой подвести итог нашего вот этого изложения этих промисов, это еще раз говорю, не что-то сверх новое, да, это просто, хотел сказать, хорошо забытое старое, да, это просто удобно, как бы читабельное старое. Да, то есть просто плоская вот такая вот система, то есть видно, что это все принадлежит одному целому, без каких-то вот этих вот длинных, что называется, спагетти-кода, коллбеков. Вот, ну и плюс ко всему, конечно, здесь еще и отрабатывает, как видите, асинхронность. Асинхронность, то есть когда случилось, тогда случилось, тогда все это дело отрапортовало. Ну, понятно, что мы сейчас, то, что я показываю, оно как бы здесь на ходу, то есть понятно, что во всем расцвете это происходит когда? Да, оно происходит, когда, например, внутри вот этого дела здесь не так, как у меня здесь, да, какой-то тут код, который сразу же произошел, а предположим, здесь происходит какое-то, например, соединение, да, посредством техники АЯКС, предположим, что-то там идет соединение на сервер, там что-то произошло, с сервера сюда что-то вернулось, причем еще непонятно, когда оно там вернулось, да. Вот, может быть там тоже от чего-то такое зависит, да, то есть мы, да, мы, соответственно, запустили этот процесс, запустили этот процесс, сделали все, что нам надо, да, и пошли дальше что-то делать. И когда это все дело произошло, нам соответствующим образом это все отрапортовали об этом, и мы, исходя из этого, не ждем и никаких ожиданий у нас нет. Вот, как я уже сказал, ничего такого нового здесь нет, ну, понятно, понятно, обратите внимание, это основная вещь, то есть можно, как я уже сказал, да, вот, например, можно описать, как я написал, new promise, можно, если, предположим, мне не нужен вот этот reject, технический resolve, можно тоже не делать reject, но, как правило, это нам в первую очередь resolve нужен. Вот, можно написать вот таким вот образом напрямую, да, напрямую. Если, если, если хочется, если хочется, соответственно, более чуть подробно об этом прочитать, то, это все, кстати, переведено, да, на девелопер, девелопер Mozilla.org. Промисом посвящена целая, вот она, глава, как видите, да, вот, в русском варианте, вот, вот оно, описание, тут даже для любителей схем, даже вот, обратите внимание, да, как это все дело, в какой очередности происходит, в какой очередности происходит. Соответственно, здесь методы, ну, тут на самом деле, видите, тут, естественно, чуть побольше методов есть, например, там all есть, да, если много, например, там, обещаний, чтобы сразу выполнилось. Вот, примеры создания всевозможные, да, опять же, включая, да, тут, главное, чтобы перевод на русский есть, да, вот, как это выглядело до того, как это выглядит сейчас, как видите, да, то есть, все, в принципе, здесь есть, даже есть ссылка на, как раз, технику AJAX, как это можно, да, в действии посмотреть, можно, кстати, посмотреть, ну, видите, как, хорошо, прекрасно, замечательно, да, 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 давно не обновлялось, да, то есть, само-то оно, понятно, все куда-то делось, ну, значит, соответственно, можно самому придумать, вот, тем не менее, как видите, здесь все по-русски и все по-человечески описано, да, вот, это действительно удобно, то есть, еще раз говорю, да, если, опять же, взять по минимуму, то минимум, как видите, очень удобный, да, то есть, определяем промис, что делать в случае удачи, что делать в случае неудачи, и потом начинаем, там, дэн, можно цепочки выстраивать, и так далее, ну, если мы хотим, чтобы оттуда что-то вернулось, понятно, здесь нужно тоже, соответственно, возвращать, да, прокидывать по этим самым цепочкам, вот, тем не менее, так сказать, не так страшен в коды, как его малюют, вот, ничего таинственного здесь нет, все здесь, так сказать, очень хорошо, и достаточно, пожалуй, подробно разобрано, да, еще раз говорю, если вот здесь вот, это все дело почитать, вот, это, как я уже сказал, да, все, что касалось этого самого, ну, относительно нового, понятно, ему пара лет, да, у нас всего полтора, практически, скажем так, года, объекту под названием промис, прошу любить и жаловать. Субтитры подогнал «Симон»!